Здравствуйте, меня зовут Настя. Если вы начинающий канзашер, то это видео поможет вам разобраться в многообразии круглых лепестков канзаши. Нам понадобится свеча, пинцет с закругленными концами и ножницы. Начнем с основного круглого лепестка. Из квадрата ленты я взяла 5 см. Делаем треугольник. Края складываем внутрь. И сворачиваем поперек. Круглый лепесток готов. Осталось склеить края, чтобы он держал форму. Захватываем край пинцетом. Параллельно внешнему краю лепестка обрезаем лишнее и подносим к пламени свечи на расстоянии 1 мм. Тепла хватит для того, чтобы расплавить нитку атласной ленты и она склеится, но не почернеет. Нижний край также склеиваем. Получился вот такой стройный лепесток канзаши. Если нижние края лепестка не склеивать вместе, а запаять отдельно, то лепесток получается пухленький. Если обрезать нижний край лепестка параллельно верхнему и запаять его, а затем вывернуть, то получится круглый вывернутый лепесток. Ну а теперь посмотрите, как сделать круглый плоский лепесточек или лепесток веер. Сворачиваем квадрат в треугольник, затем еще раз и с помощью пинцета делаем складочки шириной примерно 5 мм. Переворачиваем лепесток и повторяем те же действия. Желательно, чтобы складочек было одинаковое количество с одной и с другой стороны. Захватываем край пальчиками и выравниваем лепесток. Обрезаем лишнее и склеиваем над свечой. Получается вот такой мини-веер. Дальше нам потребуется два квадрата ленты. Сворачиваем из них треугольники. Можно закрепить форму, склеив кончики. Складываем треугольники один на другой на расстоянии примерно 2 мм и формируем круглый лепесток. Нижний край можно склеить как угодно. Получается вот такой милаш. Чем контрастнее лента, тем ярче контур. Сразу покажу принцип создания многослойного лепестка. Например, из 5 квадратов. Складываем один треугольник на другой. Дополнительно склеиваем клеем. Расстояние от края до края примерно 2 мм. Цвета можно чередовать, можно сделать одноцветным. Тут все зависит от вашего желания. Формируем каждый лепесток отдельно. Делаем один общий лепесток. Обрезаем край, тут нам понадобятся острые и тяжелые ножницы. Мои называются для кожи. Я ими очень довольна. И затем склеиваем край над свечой. Понадобится больше времени, так как склеиваем мы 20 слоев ленты. Выравниваем края лепестка так, чтобы все лежали в одной плоскости. Обрезаем и склеиваем. Также можно воспользоваться терморезкой. Проволока на этом приборе сильно нагревается и одновременно режет и склеивает. В работе с многослойными лепестками это очень выручает. Получается вот такой многослойный круглый лепесток. А сейчас я сделаю двойной лепесток канзаши из одного квадрата ленты. Процесс складывания нельзя назвать простым. И возможно для начала он будет не очень понятен. У нижнего края мы как бы формируем лепесток и огибаем его краями треугольника. Обрезаем края и склеиваем. В зависимости от жесткости ленты могут получиться разные лепестки. Синяя лента у меня жесткая, а светлая мягкая. Из двух лепестков и бусинки может получиться симпатичный лепесток с сердечком. Делаем двойной круглый лепесток с раздельным нижним краем. Отгибаем внутренний лепесток, наносим каплю клея на внешний лепесток на небольшом расстоянии от края и приклеиваем бусинку по центру. И получается вот такой милый круглый лепесток с сердечком внутри. Можно сделать внутреннее сердечко и без бусинки. Для этого нанесем каплю клея на край внутреннего лепестка по центру и приклеим. Получится вот такой лепесток, а если приклеить и внешний, то лепесток превратится в полноценное сердечко. Если один квадрат свернуть в треугольник и затем еще раз и вложить его в другой треугольник однослойный, так, чтобы вершина внутреннего была по центру внешнего, завернуть края и сложить их, то получится двойной лепесток, острый в круглом. Дальше нам потребуется три маленьких квадрата и один большой. Если у вас нет подходящей ленты шириной 2,5 см, чтобы сделать маленькие квадраты, всегда можно разрезать 5 см квадрат на 4 маленьких. Из всех четырех квадратов делаем простые круглые лепестки, только маленькие с запаянным краем, а большой нет. Склеиваем два маленьких вместе и между ними вклеиваем третий. Итого получается три круглых лепесточка в одном. Край лепестка получается не очень красивый, но в процессе создания цветка он закроется декором. Или можно приклеить бусину, страз или пайетку. Теперь сделаем двухцветный квадрат. Для этого разрежем и склеим два квадрата по диагонали, изнанкой наружу. Я сделала это с помощью терморезки. Можно воспользоваться паяльником, выжигателем или ножницами и свечой. Получается вот такой квадратик. Складываем его пополам и делаем плоский круглый лепесток. Обрезаем лишнее и склеиваем. Вот такой лепесточек получился. А вот так выглядит лепесток с внешней мягкой лентой. Край более округлый, в отличие от жесткого плоского. Если сложить такой квадрат по-другому, то лепесток получится другим. Круглый двойной плоский лепесток можно сделать из двух квадратов ленты, сложив два треугольника вместе. Получается вот такой лепесток, похожий на приоткрытую ракушку. Если при создании круглого лепестка вытянуть внутренний край и обрезать его, то получится круглый лепесток с дырочкой. Если при создании круглого лепестка загнуть уголки несколько раз, получится лепесток-бутон. Свернем квадрат в треугольник, завернем края, захватим пинцетом ниже центра. Обрежем и склеим. Подвернем край и совместим. Получается вот такой лепесточек, его можно сделать двойным. В первом случае я подвернула край чуть ниже центра, во втором строго по центру, и это повлияло на длину лепестка. Все лепестки в этом видео созданы из квадратов. Оптимальный размер это 5 сантиметров, но вы можете поэкспериментировать шириной ленты или различными квадратами синтетической ткани. Если ткань будет натуральная, края не будут склеиваться и нужно будет закреплять лепестки иголкой с ниткой в том ткани. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем мастер-классе. Пока-пока!